Политолог-международник Максим Ели присоединяется к нашему эфиру. Максим, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Максим, скажите, пожалуйста, почему сейчас звучат подобные заявления от представителей российского МИДа? Кто в первую очередь является целевой аудиторией этих заявлений? Потому что, судя по всему, в Соединенных Штатах Америки их уже игнорируют. Я прошу прощения, я включился 2 секунды. Да, все в порядке. Тогда я озвучу, о чем конкретно идет речь. Дело в том, что заместитель Лаврова, того самого министра пропаганды по совместительству иностранных дел Российской Федерации, стал угрожать Соединенным Штатам Америки, признать их одной из сторон конфликта за то, что Соединенные Штаты активно помогают Украине. Все это на фоне тех заявлений, которые ранее из Кремля озвучали, о том, что на самом-то деле не с Украиной воюют, а с НАТО. Ну да, в принципе, ничего нового по большому счету. Тем более в контексте озвученных ранее заявлений, которые вы упомянули. Для чего? Ну, смотрите, начинается паника, да, приближается генеральная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которую тому же Лаврову и его приспешникам не дают визы. То есть это, конечно, грозит серьезной оплюхой даже в лице тех россиян, которые продолжают смотреть Зомба-ТВ и верить во все то, что там говорят. Ну, фактически это является просто паникой. Ни о чем другом не говорит. Я уже не говорю о том, что, как мы знаем, буквально на днях страны G7 ухвалыли, да. Утвердили. Приняли. Да, приняли решение о потолке цен на российскую нефть. Приближается зима, которая не только грозит определенными рисками Европейскому Союзу, но не Соединенным Штатам. Это важный момент. Но серьезными проблемами России в экономике. Поэтому истерия будет нарастать. Мы услышим еще не одно такое заявление. Вот, к примеру, сейчас только что прочитал, что им уже привиделись немецкие танки на полях сражения, которых мы не получались. То есть таких, я не знаю, такого бреда будет все больше. На самом деле, честно говоря, обращать на отдельные заявления после того, что они не только наговорили, но главное сделали, уже, честно говоря, не стоит. Вот, смотрите, Максим, США не выдает визы делегации. США отправила стратегический бомбардировщик в Польшу. Мы обсуждали эту тему 10 минут назад. США вводят санкции против России, поддерживают Украину. Как вы вообще на фоне всех вот этих новостей и процессов обозначили бы отношения США и России на данном этапе? Ну, тут как раз можно процитировать обе стороны, они едины во мнении. И отношения находятся на самой низкой точке взаимоотношений, начиная с холодной войны. Так что, в принципе, все, что мы видим после начала полномасштабного вторжения России в Украину, это как раз такое холодная война 2.0. Мы стремительно наблюдаем охлаждение отношений России с глобальным Западом. Ну, естественно, Соединенные Штаты, которые стоят во главе, являются страной-лидером, которая консолидирует другие страны вокруг себя и, безусловно, повышает свой статус в противостоянии с Россией, потому что другие государства, в первую очередь Европейского Союза, они, наконец-то, начинают понимать, что Россия — это не эфемерная угроза. И наше заявление политиков еще с 2014 года, которое они делали о том, что Украина является оплотом, форпостом, да, не только всей западной цивилизации, они на самом деле таковыми... Это на самом деле является фактом, да, и они понимают, что угроза их безопасности крайне велика. И главное, что это доходит до лидеров Европейского Союза, в первую очередь Германии и Франции, которые пытались убедить, умиротворить Путина, уговорить нас выполнить Минские соглашения по кремлевскому сценарию, не давали нам оружия, ну и много чего делали, провоцируя тем самым Путина на полномасштабное вторжение. Вот. Поэтому сейчас эти отношения будут лишь усугубляться. Мы вообще, знаете, становимся свидетелями, как я вам сказал, тот упомянул раньше, холодная война 2.0, но это и переход к новому мироустройству, вновь возвращению к биполярной международной системе, только вместо России она, на самом деле, мечтала об этом, именно о двуполярном мировом порядке. Именно это была цель Путина в 2014 году, аннексировать незаконно Крым и начать войну на Донбассе. Все мы помним, как он мечтал о Ялте-2, да, это как раз конференция, на которой были утверждены условия, правила миропорядка, который был организован после Второй мировой войны. Но на смену им приходит другое биполярное устройство, где главными центрами силами являются Соединенные Штаты, с одной стороны, которые консолидируют весь западный мир, и Китай. А Россия, это, ну, я бы так сказал, в перспективе, не в краткосрочной, а в среднесрочной, дальносрочной, это тушка медведя, которая будет поделена. Просто в Соединенных Штатах самих еще не поняли, что с ними делать. Потому что есть определенные опасения, учитывая ее ядерный статус, и просчеты откровенные относительно возможностей украинского народа, украинской армии оказывают сопротивление. Но сейчас этот процесс стремительно ускоряется. И идут уже такие закулисные, фактически, торги, условия. Но мы же видели еще даже в 2021 году создание новых геополитических альянсов. Аукус, да, тот же самый, он направлен как раз уже на противостояние с Китаем, в первую очередь, да. И, в принципе, ну, это такой форс-мажор, по большому счету. Зеленый занавес предполагался, что опустится, но, как предполагал и сам Путин, да и чего уж греха таить, многие западные наши партнеры, он должен был опуститься на границу Украины либо по Днепру. И, фактически, сейчас идет война за то, в которой определяются границы, где этот железный занавес упадет. Но благодаря силе сопротивления украинского народа, вооруженных сил Украины, мы видим, что все-таки Запад склоняется и все больше нас поддерживает в том, чтобы эта граница прошла, ну, как минимум, по границам Украины 91-го года, а в перспективе, когда после поражения России, в которой я, безусловно, верю, начнутся центробежные процессы в самой России, гражданский конфликт, и там уже, вот это уже будет новая серия. То есть мы видим остатки, окончательную фазу распада старого мирового порядка, и контуры формируются нового мирового порядка. И в этом очень много зависит как раз судьба, как завершится война в Украине. Но позитивный момент, что западные страны все больше и больше, хотя не так быстро, как бы нам того хотелось, но все-таки делают ставку на Украину. И если раньше они говорят, что Украина не должна проиграть, то сейчас все громче говорят голоса о том, что Украина должна победить. А победа, безусловно, это выход, как минимум, на границе 91-го года, возвращения не только вновь оккупированных территорий, но и Крыма, и так называемого Ордло. Сегодня Россия активно использует ядерный шантаж, и в том числе звучат угрозы относительно развязывания ядерной войны, то есть нанесения как минимум ядерных ударов по западным партнерам Украины, и в том числе по Соединенным Штатам Америки. Теперь в контексте того, что вы сказали, то есть провели историческую аналогию с периодом Холодной войны, сказав, что то, что сейчас происходит, можно назвать Холодной войной 2.0. Так вот, в период Холодной войны был один такой довольно яркий момент, среди многочисленных ярких моментов, это Карибский кризис. Холодная война 2.0, свидетелями которой мы являемся сейчас. Это пост-период Карибского кризиса или в преддверии его? Нет, мы находимся в его преддверии, и это будет, если проводить такие исторические аналогии, они, с моей точки зрения, достаточно уместны. Карибский кризис 2.0, это будет тайваньский кризис 2.0, который, ну, уже последний, как минимум, год, на самом деле, усугублялся, и пока там, в пиковой точке был визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Потому что, как я уже сказал, Россия, все, что ей осталось в наследство, это ядерное оружие. А для того, чтобы стать так называемым полюсом или даже центром силы, это более низкий статус, да, в мировой иерархии, необходимо соответствовать по нескольким ключевым показателям. Это экономика, научно-технический потенциал, дипломатический потенциал. Вот Китай стремительно за последние три десятилетия приближается по этим показателям к Соединенным Штатам. И начиная с 2016 года, когда Трамп пришел к власти, именно Китай обозначен в качестве главного вызова мировому лидерству Соединенных Штатов. И поэтому это еще, как я говорил, долгоиграющая история. Еще мы увидим пики. Вот в октябре уже назначен съезд Центрального комитета Коммунистической партии Китая, где, скорее всего, вновь утвердят Си Цзиньпиня на должности. Это будет также прецедент впервые, за последние как минимум 40 лет, он станет после Мао Зидуна и Дэн Сяопина лидером Китая, который будет править более двух сроков. Вот. И вот этот процесс как раз и будет уже такой точкой еще одной параллели, где это нарастание будет увеличиваться. И вокруг Тайваня мы еще увидим еще не один эпизод. И как он разрешится, потому что, ну, вы помните, совсем недавно говорили о том, что возможен конфликт. А ведь почему, я считаю, Тайвань? Потому что перед Тайванем у США есть военные обязательства. И Джо Байден в прошлом году, когда был в своем турне в Азии, он подтвердил эти обязательства, что в случае, если Китай военным путем попытается вернуть Тайвань, Соединенные Штаты вступят в войну. А это уже две ядерные державы. Ну, в принципе, мир во время Карибского кризиса в 1963 году, он осознал, что мир просто исчезнет. И после этого была постепенная, ну, наступил со временем период разрядки, да, и начались подписываться договора об ограничении ядерных потенциалов. То все-таки, как бы, люди и мировые лидеры поняли, что невозможно теперь использовать ядерное оружие просто так, без взаимного уничтожения. Учитывая, что Китай с Россией там все больше организует этот военно-политический альянс, я думаю, все-таки до этого не дойдет. Но как будет разрешаться этот кризис, будут ли еще такие, я бы так сказал, подбрасывать дровишки в этот костер и Соединенные Штаты накануне своих выборов, мы посмотрим. Но ситуация там очень острая, она в любом случае, в любом случае, рано или поздно взорвется, да, и это будет доведено до предела. А потом уже, а потом уже, как вот лидеры США и Китай договорятся, мы посмотрим. В принципе, такая даже встреча уже анонсировалась. Джо Байден предложил Си Цзиньпиню двустороннюю встречу впервые после того, как он занял пост президента Соединенных Штатов. Ожидается, что к тому моменту Си Цзиньпинь уже будет переизбран на новый срок, и вот там как раз будут обсуждать судьбу нового мироустройства, в котором Соединенные Штаты и Китай будут двумя лидирующими странами и устанавливать правила поддержания этого нового мирового порядка и стабильности международной системы. США и Китай без России имеется в виду, и вот в пользу этой версии многие эксперты отмечают, что экономика Китая настолько сильно интегрирована и в европейскую экономику, и в экономику Америки, что конфликт вокруг Китая, конфликт в результате которого вокруг Тайваня, конфликт в результате которого Китай может потерять более 50% доходов от своей мировой торговли, то есть вот этот конфликт настолько на самом деле не выгоден Китаю, что все-таки не должны дойти до крайней точки, вот как вы сказали. Да, абсолютно верно. Я когда вот была пика нарастания, достигала своего пика, я говорил, что все-таки мы не увидим войны, потому что ставки слишком высоки, во-первых, и возможные последствия для Китая, они же делают выводы из того, что происходит с Россией, как она оказывается фактическим изгоем мирового сообщества, да, вводятся санкции, она терпит серьезные на самом деле, пускай не такие выстоки, уже сейчас экономические издержки, но в стратегическом отношении она в технологическом своем развитии уже будет отброшена на десятилетия. Все эти калибры, хваленые эскандеры, они без тех же тайваньских чипов невозможны в производстве, а Тайвань им и не поставляет. Поэтому как бы этот военный потенциал ослабляется, и обе стороны на самом деле от этого выигрывают в среднесрочной и дальносрочной перспективе. У китайцев память очень хорошая, они прекрасно помнят, кому принадлежала Западная Сибирь еще каких-то 200 лет назад, что с точки зрения пятитысячной истории Китая, это просто миг, они по-другому смотрят, да, и соответственно они тоже на это смотрят, ну хорошо, повоюйте, ослабьте, уничтожьте свои элитные войска, а мы потом используем прецедент «Крым наш», постепенно наше население, имеется в виду китайцев, будет все больше преобладать на тех территориях, и мы проведем такие же референдумы, и скажем, ну а что, вы же сами этот, вы же так сделали, воля народа превыше всего. Ну это уже, понятно, там, не через два, не через три года, там, вопрос десятилетий, но для Китая это ничто. Поэтому, в принципе, как я сказал, этот конфликт устраивает обе стороны, не говоря о том, что пока там Китай с огромными скидками покупает уже нефть, перетягивает на себя газ, который он также покупает значительно дешевле, то есть он в плюсах и в краткосрочной перспективе уже сейчас оказывает огромное, получает огромные прибыли, и в долгосрочной перспективе. Естественно, чем слабее Россия, чем больше она разрывает отношения с Западом, тем больше она зависит от Китая, тем дешевле Китаю достаются ее природные ресурсы. Максим Елий, большое спасибо.